Уникальный дом, темные черные окна. Посмотрите, сколько здесь света. Как думаешь, сколько здесь высота? 7 метров, 3,5 сантиметра. Это один из самых больших бассейнов, который мы вообще снимали. Самое главное, какой вид. Чувствую себя предводителем клана Сопрано. Тём, ну что, как, мандражируешь? Чувствую себя каким-то киборгом. Ребят, у нас сегодня экспериментальный формат. У меня появился соведущий. Это наш несменный оператор Артём Лыков. Всем привет. Он сегодня не только в роли оператора, но еще и соведущего. Да, он реально киборг, потому что он навешал на себя камеры. У него куча оборудования для съемки. Но сегодня снимаем на мой iPhone и еще взяли Sony экшн-камеру. Вы сами просили вот такой вот живой формат. И мы для вас, для этого экспериментального выпуска, выбрали замечательный объект, находящийся на Новорижском шоссе, коттеджный поселок, Миллениум парк. И вместе с Тёмой сегодня вам его покажем во всех деталях. Вот, дом продается, и счастливый обладатель может узнать об этом доме из нашего замечательного выпуска. Так, мы с Тёмой здесь не были, мы только что приехали. Вот, сейчас будем осматриваться и вам показывать все, как есть. Вот, вообще без купюр, без сценариев, в живом формате, так, как вы просили. Друзья, отсюда сразу видно, что у нас что-то такое очень замечательное. Это тёмный такой экстерьер, да, это тёмный фасад с большим количеством окон. И посмотрите, сразу здесь вот хороший ракур, чтобы увидеть, что, несмотря на то, что много остекления, мы ещё с заднего фасада это тоже увидим, вот, всё отражается, ничего не видно внутри. Это вот основная входная группа. Вот, но здесь небольшой бардачок, что, как есть, ребята, вот такое помещение, которое рядом с въездом, вот, его можно по-разному использовать. Не стали его, как бы, вносить во внутренний контур здания, хотя это вполне вероятно, здесь может разместиться либо второй гараж, либо помещение для персонала, ставится стенка, да, делаются окна, входная группа. Вот, замечательная высота потолков, шикарная, вот, либо ещё две машины. Сюда можно встать, посмотреть, какой навес шикарный, да, вот, ставим две машины и ещё две машины в гараже. Отсюда у нас вход, куда, вот, ребят, посмотрите, вот так мы снимаем сейчас, да. Так, а что у нас здесь, друзья, у нас здесь, а, собственно, помещение для персонала-то у нас уже здесь есть, оно уже полностью обустроено, вот, это шикарная кухня с панорамным окном, и потом сразу можно следить за порядком на участке, кто приехал. Подожди, панорамное окно. Вот, вот оно, вот оно, панорамное окно. Вход отдельный отсюда. Так, вход, подожди, а, вот он, да. Всё, вижу. Да, если этого недостаточно помещения, соответственно, можно взять ещё то. Здесь свой санузел, так. Ребят, нас пока, если честно, вырубили свет во всём посёлке, поэтому мы сейчас снимем всё, что есть снаружи, да, а потом вам покажем внутри, когда уже дадут свет. Ну и, собственно, ещё одна комнатка. Ну это кухня, на кухню похожа, да? Вот это похоже на кухню, ну а там-то тогда что? Здесь тоже кухня. А тут наблюдательный пункт. Да, тоже с кухней. Тоже с кухней. То есть, ну, на две семьи. Слушай, отлично, да. Вот здесь ставится диван, раскладывается. Нет, может быть, здесь одна кухня какая-то техническая, а вторая кухня. Вряд ли достаточно далеко от дома, ну, именно вот от кухни. Но в целом, да, если что-то приготовить такое, потом раз, принести, вполне вероятно. Мальчики отдельно, девочки отдельно. Ну это да, это обязательно. Есть такое? Есть такое, да. Ну, может быть, и для этого случая. Есть садовник, например, есть помощница по хозяйству, пожалуйста. Так, отсюда мы сможем выйти на участок? А, слушай, смотри, тут всё замело. Тема, ну извини, я не рискну. У меня, это, мои бархатные тяги, мои подкрадули этого не выдержат. Ну можно здесь аккуратненько пройти, вот с вами, с краешку. Да, с краешку? Да. Думаешь, вот так вот? Да. Ну давай. И можешь теперь вот там на окошечко залезть. Ой. Да. Ой, ребят, что мы только не делаем с Тёмой ради контента. Так. Ну, кстати, отсюда видно сразу, видите, да, это ёмкости для автополива. Участок 21,4 сотки, это то, что я точно знаю. Очень удачной, правильной формы, он угловой, всего два соседа, получается, с этой стороны и с той. Ну и в Миллениум парке огромные просторные дороги, так что ты не зажат здесь между соседями. Поэтому вроде бы 21 сотка с половиной не так много, но тем не менее есть полноценный задний дворик. Блин, Тёма, я думаю, мы отсюда не проберёмся. Ну я вот... Ватрушку с собой взял, я могу прокатить. Нет, нет, у меня ватрушки никакой, и этих снегоступов тоже нет. Ну давай зайдём попробуем. И третьего набора, третьей пары убавок тоже нет. Так, пойдём с другой стороны попробуем обойти. Давай. Так, здесь какой-то персонал, но мы не будем здесь сильно мусорить. Так, надо закрыть дверь, да, наверное, забудь холдом? Вот, кстати, блин, что это такое? Что же надо об этом говорить? Вот взял за ручку, стал закрывать дверь, и всё. Да, да, да. И ты чуть-чуть остался без оператора. Ну, слушай, ну просто привыкнуть надо. Ладно, и всё, да. Наверное, да. Ну, на самом деле, не проблема, здесь можно ручку перевесить. Так, слушай, давай немножко про фасад расскажу. Здесь очень хорошо видно, это у нас широкоформатный керамогранит. Посмотрите, какие огромные слэбы. Ну и выглядит, как натуральный камень. При этом очень практичное решение, можно его спокойно мыть. Вообще ничего с ним не будет. Так, и лестница такая вот, знаете, воздушная, ещё с подсветочкой по контуру. Подсветка, да, здесь? Да, подсветка есть, но света нет. Да, и всё в снегу, мне кажется. Да, и всё в снегу, но в целом, как бы, мы же заходили, она немножко так светилась. Вот, три ступеньки, но достаточно широкие. Дом, даже будучи приподнят, всё равно выглядит приземлённым. Я тебе скажу, что они даже ещё и не скользкие. Не скользкие? А вообще. Да, кстати. Слушай, вообще замечательно, да. Потому что так кажется, что сейчас реально подскользнёшься. Нет, вообще, абсолютно. Так, ну что, мы здесь пройдём? Где мы только не проходили. О, кстати, ребят, смотрите, это структурное остекление называется. Посмотрите, как стыкуются два стеклопакета вот на этом углу. Вот, снаружи не видно никакой стойки. Как будто стекло приходит непосредственно в другое стекло. Ну да, вот здесь небольшой торец видно. Вот, это специальные стеклопакеты для структурного остекления, которые вот здесь вот неправильной формы. Вот, и у них они как бы соответствующим образом стыкуются. Это в России делают? Не уверен. Ну, я точно знаю, что это Opti-White стекло, которое кристально белое, да, то есть вообще без всяких примесей. Вот, то есть изнутри вообще картинка абсолютно никак не искажается. Вот, и плюс это большая камера, которая заполнена аргоном. Ну, то есть это такие еще энергоэффективные окна. А аргон для чего нужен? Для того, чтобы сохранять текло? Аргон, инертный газ. Да, он лучше, хуже, скажем так, он хуже передает температуру. Я понял, такая тепловая завеса получается, что и окна. Так, Тем, ну мы здесь тоже не пройдем вообще никак. Абсолютно. Ну, ты топор взялся? Или тут нельзя? Лопаты, лопаты у меня нет, кстати. Лопаты нет. А, вот здесь вот травертин, ребят, еще дополнительно. Это вот уже натуральный материал. Вот, и плюс вот такие вот элементы декоративные из алюминия. Вот, очень хорошо сочетается с стеклянными ограждающими конструкциями. Наверное, это еще и подсвечивается. Однозначно, однозначно. Вот, ну, кстати, это сюда выходит одна из спален, гостевая, да, на первом этаже. Вот, и давай развернемся и посмотрим, как здесь комфортно, потому что сделали вот такую зеленую изгородь. Это выходит у нас на главный фасад, на основную дорогу. Вот, и своя терраса прям при гостевой спальне, с козырьком, между прочим. То есть можно сюда какие-то поставить креслица, вот, и сидишь, как в американских фильмах. Что, сидишь и смотришь стены, что ли, вот так? Ну, нет, ну ты туда-то можешь посмотреть? Вон, видишь, открывается все. Ребят, ну что, у нас вариантов нет, у нас магии монтажа. Так, друзья, магическим образом мы с Артемом оказались на заднем дворе. И вот здесь вот такое патио. Вот, у дома есть два фланга, да, и между ними образовалась вот такая очень приятная и очень такая интимная терраса с тремя выходами. Один из столовой, один из общей гостиной, один из приватной гостиной. Здесь как раз на этом фасаде можно посмотреть, как выполнено остекление. Шикарные портальные вот такие двери, одна вообще огромная. Так, ну-ка, мы ее сейчас откроем вообще. Нет, это закрыто на ключ. Ну давай на примере этой покажем. Ну смотри, легко открывается. Да. У меня вот, например, жена небольшая, она раз, и все спокойно откроет. Главное, чтобы сильная была. Да, это точно. Так, ну, небольшой уклончик, соответственно, вода стекает вот в такие желобки. Ну, очевидно, что дом сейчас просто не эксплуатируется, да, потому что снег чуть-чуть сюда заходит, и мы не смогли обойти, а так отмостку почистить, и в целом можно как бы вокруг по периметру спокойно пройти. Вот интересный элемент благоустройства, правда, засыпанный снегом, вот, это шишка, металлическая шишка, из картена. Ну а что, кстати, ржавчина очень натурально смотрится на шишке, правда? А там эти зернышки-то есть? Да, это просто вот такая вот сосна, видишь, у нее вот шишка упала. Вот, ну, на самом деле, посмотрите, по периметру у нас Туи, вот, то есть практически сплошная зеленая изгородь, соседа чуть-чуть видно, но, на самом деле, буквально каких-то вот там три маленьких окошка явно не какие-то жилые помещения, то есть они на нас особо не смотрят. Вот, высажено много деревьев, они уже прижились, и, мне кажется, хорошо себя уже чувствуют и спокойно будут дальше разрастаться. А я тебе скажу, так, дом такой прикольный, хороший вид. Интересный, да, архитектурная задумка, вот, казалось бы, вот эти подпорные явно штуки, они больше декоративную, да, функцию несут, чем несущую, вот, но, тем не менее, выглядит оригинально. В общем, с видом тут повезло, будущим владельцем. Да, да, это точно. Вот, а, кстати, мы этот забор-то вначале не посмотрели, а там он вообще двойной, да, то есть от управляющей компании со стороны поселка, изгородь живая, которая у нас из Барбариса, вот. Если это, который такой кисленький, что ли, Барбарис, да, который в плов добавляют? Да, да, или компот делают, вот. А, соответственно, изнутри еще вот ряд туй. Вот, ну, Барбарис, кстати, сейчас-то, это, все листики-то опали, вот, но зато за туями все равно ничего нет. Кстати, как на стройке приходишь, там все время пловом пахнет, теперь я понимаю, не просто так-то двойной, скорее всего. Так, что у нас здесь, ребята, у нас здесь барбекю-зона, давайте сразу ее посмотрим, поскольку мы находимся. Я думаю, тут спортзал, нет? Здесь, нет, спортзал с другой стороны, спортзал, спортзал мы еще увидим. Она не оборудована, но она теплая, вот мы ее сейчас зашли, тут явно плюсовая температура, вот, плюс еще можно дополнительно, как бы, отопление еще подогреть. А это вытяжка? Это вытяжка, да, огромная вытяжка, то есть сюда можно поставить там мангал или гриль, вот, пожалуйста, вот, все это, все туда вытянет. Но на самом деле я, как бы, сейчас по своему дому знаю, что по-хорошему, конечно, немножко ее надо опустить, высоковато находится, то есть уже весь дым может, как бы, разлететься, но в целом это не проблема здесь делать. Вот, выводы воды, канализации, вот, ну и посмотрите, мы прямо вообще на природе. То есть со всех сторон у нас окна, да, с этой стороны окно в бассейн, вот. По логистике, получается, эта зона, она немножко отдалена от кухни, вот, но в целом вот оттуда вот мы спокойно открываем дверь, да, вот там столовая зона, то есть здесь все пожарили, даже если, как бы, зимой, например, прошли немного совершенно и спокойно накрыли все на стол. Я помню, мы снимали, да, мы снимали там про этот лифт, да, который здесь можно такой тросик натянуть и там в еду туда перетягивать. Слушай, мы сейчас в Маман ездили, да, и там был отель в горной деревне, вот, там чемоданы доставляют как раз по зиплайну. И еду, ужин, ужин тоже, там местные жители готовят деревню, которая через обрыв такой, вот, и этот ужин по зиплайну доставляет, тут тоже самое можно сделать. Так, ну, собственно, отсюда как раз можно увидеть фасад, Тема, давай заходи туда, вот, а я вот здесь вот покажу вам фасад. Ребят, я видел по этому дому несколько роликов, наши коллеги снимали его еще летом, вот, и, конечно, здесь летом просто волшебно, да. Фасад, елка, я тут сейчас, не видно вам. Не видно, да? Да. Вот, но, ребят, вот туда мы не полезем, честно вам скажу, вот. Ну, чтобы вы понимали, это вот туда вот. Да, это вот туда, да. Там примерно вот столько снега. А вот в моих туфлях это как бы не видно. Ну, ладно, Леша, может, не полезет, а я-то слазаю. Такая у меня деятельность, просто лазать по сугробам и снимать видео. Лезем в сугроб. Тем по лесу. Я его отговаривал, ребят, я его отговаривал. Видишь, как будто идешь по воде. Гулять по воде, гулять по воде. Ребят, с этой стороны как раз очень хорошо видно этот уникальный дом. С точки зрения именно остекления. Темные черные окна, но абсолютно с зеркальным эффектом. То есть снаружи вообще ничего не видно внутри. А вот вовнутрь мы попадем и поймем, что там очень круто. И сидишь как будто на природе прям. Да, тут такое ощущение, что прям отражается все. Вот и прям реально круто. А вот, собственно, посмотрите. Уровень травки. Прямо приходят вот окон. Даже никакого цоколя нет. Уровень травки звучит сильно. Да. Ну что, не намок? Не намок? Пока вроде не намок. Да, все. Отлично. Друзья, начнем наш обзор с прихожей. Посмотрите, какая она светлая. Тем, как думаешь, сколько размер окна вот этого? По диагонали или как? По диагонали хоть как. Слушай, ну большой, наверное, размер. Большой. Давай, ну любую цифру скажи. Метра три. Три на три, да? Квадрат, похож на квадрат. Сейчас пока вижу прямоугольник. Если там где-то он уходит, что ли, да? Да, да, он туда дальше еще уходит. Ну, может быть, три на четыре даже. Да, три на четыре. Ладно, измеряем. Длина. Так, 2,66. Высота. Вот до верха. Оп. 3,43. Ну, 2,66 плюс 3,43 будет сколько? Будет шесть почти. Будет шесть. Делем пополам. Три на три. Идеально попал, да? Так, ну, собственно, высота в толку здесь. Вот, ребят. Там три, 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 четыре. Три, четыреста. Да, три, три, четыре метра. И это получается в прихожей комнате. Посмотрите, сколько здесь света. Сама дверь стеклянная. Вот, но, видишь, вот эти проводки. Это как раз вывод под электрокарнизы. То есть здесь можно будет спокойно шторы раз, все задвинул, и абсолютно интим, никто тебя с дороги не видит. С пульта, да, все? Да. Как мы привыкли. Или с кнопочки. Вот. Так, у нас здесь необычная компоновка. Мы такой не часто встречаем. У нас не гардеробная комната, а прихожая с большим количеством шкафов. Посмотрите их. Раз, два, три, четыре, пять с половиной. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять шкафов. Вот. Ну что, здесь, я не знаю, сколько всего поместится. Вот, пожалуйста. Это для длинной верхней одежды. Вот сюда. О, а это детишкам, пожалуйста, повесил. Все, раз, раз, раз. Вот это сейчас модные штучки такие с силиконовой вставочкой. Вот. Чтобы не терлось? Ну, чтобы аккуратненько раз, повесил, у тебя ничего не гремит, не звенит. Железное же это, вот, ушко, да, у вешалки. Вот. И выглядит, посмотри, все минималистично, красиво. Ну и дверцы, получается, тоже высотой 3-4 метра. Столярка в этом доме, конечно, просто вот на 5 баллов. Вот. Ее огромное количество. Сейчас еще увидим какое-то количество изделий. Вот. И такие угловые шкафчики. Там должен жить спортсмен, потому что это такое ощущение, что место для кубков. Ну да. Вот смотри, во-первых, загляни туда. Нет, вот туда загляни. И еще вот туда, вот, да. А теперь вот представь, что... Туда заглянили? Да, вот туда. Слушайте, ну, на самом деле, это в угоду дизайна. Очевидно, что ты вряд ли будешь прям вот столько одежды размещать или там обуви там ставить. Но вот такие большие двери, дверцы, да, прям вот от пола до потолка, это реально красиво. А в совокупности вот с такими элементами полукруглыми, Тём, мы же с тобой видим, да, часто такие вот закругления. Полукруглые действительно. Да, ты, кстати, камеру-то не включил. Что, не записываем-то ничего. Сейчас все включим, все будем фиксировать. Ну, не могу. Видеофиксация, да. Не могу же. Вот, ну смотри, закругление-то не только здесь. Да. Еще вот на потолке. Ты представляешь, вот это все же надо вот как бы совместить. И вот эти здесь сюда переходят, эти закругления. И ты вот так вот смотри, плавненько проходишь вот прям в следующую зону, где у тебя небольшой консольный столик вот такой вот. Что-то поставить, сумочки. Огромное круглое зеркало с подсветочкой, между прочим. Вот тепленькая подсветка, как солнышко. Вот, да, все хорошо видно. Ну, теперь вопрос. Вот ты приехал как бы на машине, да? И что, тебе сюда идти, думаешь, за этот сам раздеваться? Неудобно же, правда? Ну, наверное, что-то должно быть. Вот, предусмотрим. Давай зайдем сюда и посмотрим, как тут все предусмотрено. Так, собственно, здесь проходная гардеробная комната специально для выхода из гаража. Вот, то, что в оперативном режиме ты используешь, как раз здесь поставил, повесил. Вот, и, пожалуйста, из гаража вышел или, наоборот, опять машину сел. Так, ну, в гараже, в таких девелоперских проектах, Тема, у нас как всегда, что? Небольшой склад, да? Да. Ну, у нас без купюр, поэтому мы показываем, а что, это нормально все. Вот, здесь вот леса еще стоят, какие-то запасные материалы. Какие-то они чистые прям. Все чистенько, я здесь в носках ходил, кстати. Тема, мне постоянно в рилсах пишут, что-то там по коврам, в ботинках идешь, как ты вообще здесь по дому, кто тебя пустил там в ботинках. Вот, ребята, видео-доказательства, пожалуйста. Вот в этих ботинках мы сейчас ходили по сугробам. Вот, с резиновой подошвой, вот. И ровно такие же для съемок в интерьере. Вот, бархатная подошва, посмотри, ничего не поцарапать, ни паркет. Можно спокойно ходить по коврам даже, потому что я их перед съемкой еще начищаю, вот эту вот бархатную подошву. Вот мои бархатные тяги. Так что, пожалуйста, все, все продумано. Так, заглянем сюда. Это котельная. Здесь есть еще раковина. Раковина, кстати, предусмотрена и в гараже, в том числе, с большим окном. Но посмотри, как здорово сделано, Тема. Опс! Я думал, это холодильник. Нет. Закрыли просто, ничего не видно. При этом все по нормам, потому что котельная обязательно должна быть с окном. Это, кстати, очень хороший вариант, как красиво это все закрыть, чтобы с улицы этого даже не видно было. Шикарно. Ну что у нас, здесь Будерус, да? Будерус – накопительный бак, Будерус – котел, разводочка. Все достаточно стандартно. Так, идем дальше. Подожди на себя, посмотрю чуть-чуть. Да, обязательно, обязательно. Вот здесь надо было делать селфи. На обложку, да, и по сугробам не пришлось носить. Ну, как-то вот так вот. Тема, давай дальше. Смотрите, двери, которые перекрывают эту зону входную, от основной жилой части дома. И это шарнирные двери, они могут открываться вот так вот. Или на себя, пожалуйста, как удобно. Можно полностью раскрыть пространство. Наверное, все-таки лучше вот сюда. Хопс! Так, и здесь, посмотрите, тоже элементы столярки. Это шпон тоже с закруглениями. Вот это у нас какое-то африканское дерево. Очень похоже на ирока. Вот, но я нигде подтверждения этому не нашел. Вот, или, кстати, тюлепи, я помнишь, в одном из домов мы тоже смотрели. Классное дерево с точки зрения того, что очень такая, ну, фактура, одно-то, одно-мастное, что ли, да, без сучков каких-то. Вот, но при этом очень так богато, богато смотрится. А вот это что, смотрите, как это сделать? А, это специально, да. Но ты же не можешь как бы шпон сделать вот такого размера, да, на всю стену. Вот, это элементы, которые как бы как-то отшленят пространство. Вот, задают какую-то ритмику внутри интерьеру. Так, картина с подсветкой. С одной стороны, смотри, вот круг такой вот с подсветкой, там зеркало с подсветкой, и вот здесь вот такая вот женщина с хула-хупом. Вот, тоже как светильник. Три круга. Ты уверен, что это женщина? Ну, наверное, а что мужик вот так пойдет с хула-хупом? Ну ладно, пусть будет женщина. Да. Так, с этой стороны у нас за дверью, которая тоже отделана этим шпоном, находится гостевой санузел. Здесь уже керамогранит. Смотри, кстати, как классно подобрали керамогранит к шпону дерева. Слушай, да? Есть ощущение, что это как будто это дерево. Да нет, ну что дерево-то? Вот ты даже сам не разобрался, да, что это такое? Нет, ну это не дерево, нет. Вот это дерево вот здесь? Это точно дерево, да. Вот это шпон, да. Вот это уже не шпон. Так, ну у нас здесь еще не до конца все закончено. Вот, но в целом, как бы, понятно, да? Просторный гостевой санузел. Редко такие, кстати, большие делают. Так. Так, давай отсюда начнем, да? Наверное, самое главное помещение этого дома. Хотя тут в целом каждое помещение можно назвать главным. Главное в этой части дома. В этой части дома, да, главное помещение вот это. С кухни. Кухня, фасады отделаны тем же самым шпоном дерева. Реально очень круто смотрится. И давайте сразу начнем с холодильника. Это фирма Гагенау. Посмотрите, как удобно этим пользоваться. Я сейчас в квартире сделал холодильник сайд-бай-сайд. То есть у него сплошная вот такая колонна. Это холодильник, да, холодильная камера. И сплошная такая колонна морозильной камеры. Ну и что получается? В холодильнике ты вот эту всю створку открываешь, да, и у тебя вот здесь вот куча ящиков для овощей. В результате там места хранения не так много. А здесь вот он, холодильник, которым ты чаще всего пользуешься. У тебя все в одном пространстве. Ты раскрыл, сразу видно. Вот, шикарно, да, тут можно и огромные кастрюли, три штуки поставить. Вот, и как бы бутылки какие-нибудь разложить. И вообще и для овощей места хватает. И на дверцах еще вот, пожалуйста, две полочки. Вот, а снизу уже одна большая морозильная камера. Вот так вот. У нее есть вот здесь два отсека, да? Вот здесь вот два отсека. И, пожалуйста, ледогенератор, посмотрите, уже наделался лед. Так, ну ладно, я руками потрогал. И не врагами. Столешница по длине. Сколько она? Я думаю, так же здесь все три сорок четыре. Три сорок четыре. Все три сорок четыре, да? Три шесть метра. Три шесть метра с этой стороны. И получается здесь поверхность тоже еще три шесть метра такая же. То есть остров для готовки. Две раковины, одна вот здесь двойная на острове с шлангом, которым можно все вот так вот помыть. Вот здесь же еще и краник для фильтрованной воды. Здесь вода обычная. И еще одна раковина с этой стороны, с таким же смесителем. Дальше давай изучать. Наверное, должен быть какой-то измельчитель. Нет, здесь не стоит. Вот здесь, да. Можно установить. Да, легко вообще. Может, это здесь стоит? Нет, здесь тоже не стоит. Ну смотри, здесь сбор мусора, там сбор мусора. То есть можно прям сортировать вообще, абсортироваться. Так, посудомоечная машина, Bosch. Ну и множество ящиков, ящиков, ящиков. От Bosch также газовая плита. Кстати, редко устанавливают газовую плиту. А это газовая, да? Газ, конечно. Я, конечно, привык уже к индукционной плите. Но газовую плиту, под нее просто технические условия нужно получать. Это то же самое, как котельную подключить. Ты должен дать модель, все, как бы, и подключить эту газовую плиту. Кто-то мне рассказывал, что на газовой плите еда получается вкуснее, чем на электрической. Ну вот так, шеф-повар так считаю, да. Да. И Burger King еще считает. На открытом огне, который готовит. Нет, ну на открытом огне это понятно. Так. И, собственно, для красоты также еще верхний уровень шкафов. Там еще открытая палочка. Ну да, ну туда, мне кажется, нет смысла что-то ставить. Можно было бы сделать до верха, но мне кажется, здесь вообще это абсолютно гармонично смотрится и совершенно не обязательно. Так, а здесь, посмотрите, вот набор из четырех предметов Bosch. Это кофемашина, винный холодильник небольшой, микроволновая печь и духовка. Все, кстати, удобно, на правильном, скажем так, уровне находится. Может быть, кто-то скажет, что Bosch недостаточно элитный, но, ребята, во-первых, это восьмое поколение, самое последнее. Во-вторых, у Bosch сейчас официалы работают, и если что-то сломалось, то спокойно можно все это отремонтировать. Все это подключается к интернету. Вот, я не знаю, у меня долгое время был Bosch, вообще никаких нареканий нет. Вот, выглядит абсолютно нормально, дизайнерская техника, все супер. Так, с этой стороны у нас тоже возможность какого-то хранения, там, здесь открытые за тонированным стеклом, да, здесь еще шкафчики. Сюда вешаем телевизор, пожалуйста. Вот, все выводы здесь есть, или ставим его просто вот сюда на полку. Вот, с этой стороны у нас остров, плита, отделанная шпоном. О, Тёма, обрати внимание, есть винный холодильник. Там мы охлаждаем, а здесь можно хранить бутылки, которые не требуют содержания при охлажденной температуре. Ну что, удобно? Давай, Тёма, это барная или полубарная стойка? Ну, нет стульев, поэтому это просто столешница. Ну хорошо, стулья поставим. Вот, давай измерим, давай измерим высота. Да, ну, здесь, мне кажется, если 90 там, то здесь где-то метр. Тут вообще что-то среднее получается у нас. Да, метр пятьдесят девять. Ну, 120 – это барная, а 90 – это полубарная. Вот, это что-то среднее. Это стойка для завтраков. Да, это стойка для завтраков или аперитивчики. Вот, перед банкетом, пожалуйста, здесь расставил. Вот, очень удобно облокотиться, прямо вот как раз под рост, например, мой. Тебе удобно? Да, мне что-то не хватает, да? Что-то не хватает, закусочек, конопешечек, да. Так, и в столешнице еще у нас есть вот такие розеточки, встроенные с двух сторон. Можно подключать их. Сколько там штук? Три. Три штуки, и там три, шесть штук. Столешница из искусственного камня, вот. И вот перетекает из одной плоскости в другую. Такое называется waterfall edge, то есть угол – водопад. Тем, как тебе столовая зона? Похожа на бильярдный стол. Да. Это стол для трапезы. Шестигранники такие, да, три штуки над столом. Массивная столешница. Посмотри, какой она толщины, кстати. Вот, все, подойди. Это сколько? Это 5 сантиметров? Ну, это 10 сантиметров, наверное, точно. Да, может даже больше чуть-чуть. Вот, кресло массивное. Под лапшином. Да ладно, тут самое главное, какой вид. Что-то вообще супер. В окна, посвящую себя предводителем клана Soprano. Сейчас семья придет. Соль подай, пожалуйста. Ну реально, посмотри, докуда я могу дотянуться, вот отсюда. Вот, все, даже до середины стола не могу дотянуться. Зато дружная семья будет друг другу помогать. И все это вокруг, вот, вокруг нас участок. Пожалуйста. С панорамным остеклением. Вот он, смотрите, кстати, алюминиевый профиль. Очень тонкий. Ну, не прям прям тонкий-тонкий, но 4 сантиметра буквально, да. То есть это… Они массивные вот с этой стороны, да, в глубину. Но ты же смотришь как бы вот под этим углом, и у тебя получается практически сплошное остекление. То есть ты издалека, при таком объеме, ну, вот эти импосты, их вообще практически и не видно. Вот. Ну, очевидно, у нас как бы конструкция, да, несущая. Это две колонны. Слушай, они как-то стоят так по углам. Две. Ну, тут две, и там две. Пожалуйста. Так а так и должно быть? Ну, вообще… Ну, слушай, это все рассчитывают конструкторы, да. У нас двухэтажный дом, который несет на себе как бы второй этаж, плюс снеговая нагрузка наверху. Вот. Если бы был бы одноэтажный дом, то при помощи каких-то там конструктивных элементов, консольных, вот таких вот выносов перекрытия, можно было бы решить здесь и вообще сделать бы без опор. Но при двухэтажном доме это практически невозможно, поэтому… А где-то с другой стороны там нет же, по-моему, этих опор. Или их просто не видно было, да? Нет, как вот, там есть тоже, да. А там просто посередине они как бы несущие. Ну, есть ощущение, что их как бы… Они есть, но их как бы и нет. Они вообще не мешают ни обзору, ничего, как бы… Ну, смотри, какие есть варианты, да. Когда ты делаешь вот такое остекление, ты несущую конструкцию можешь запихнуть только вовнутрь, потому что если она будет соприкасаться с внешней средой, тебе надо еще утеплитель, да, и внешняя отделка. И у тебя вот эта вот штука будет еще больше. А здесь, посмотрите, как их вписали в интерьер, отделка песчаником. Вот это натуральный камень, кстати. Зарезанные вот такие вот элементы, полукруглые. Ну, это еще как бы тоже работа такая непростая. Да. Вот, и еще здесь, несмотря на то, что однокамерные стеклопакеты, но посмотрите, какой они толщины, да, вот. С палец? Ну, да, с твой, Тёма. Вообще тепло абсолютно. Вот здесь теплый пол, один вот такой вот конвектор. Вот, и еще один радиатор на стене. Радиатор? Да. Черный. Вот, настенный, черный. Отечественный. Ну, возможно. Но он, кстати, еле-еле греет, по-тругой. Он вообще ничего не греет. При этом сейчас на улице минус пять. Вот, и, ну, здесь просто жарко. Здесь можно чуть-чуть еще сбавить. То есть все опасаются, ой, там не нагреть, или как бы будет холодно. Ничего не холодно абсолютно. Но он не электрический, да, я смотрю? Нет, конечно, водяной, да. На электричестве ты вообще такой дом не прогреешь, однозначно. Это тогда будет… Все-то почему-то думают, да, что эти дома… Ну, многие, во всяком случае, почему-то думают, что они отапливаются на электричестве. И там, соответственно, что столько денег на это уходит. На самом деле на отопление подобного дома, даже при таком количестве остекления, в среднем за месяц, если погоду разделить, то это 15-20 тысяч рублей. Как бы это и горячая вода, и, соответственно, отопление дома. Ну да, наверное, когда морозы в январске там были, минус 28, вот тогда приходится чуть побольше тратиться. Но все равно не критично. Так, что здесь еще рассказать? На стенах у нас керамогранит. От пола до потолка. Вообще просто сплошные слэбы. Слушай, я вижу, тут просматривается вся эта история с закругленными углами. Да, да, она везде. Она здесь, причем здесь тоже вот из шпона. И обрати внимание, еще посмотри, как интересно сделано. Тут многослойность такая присутствует. Вот один слой шпона. Причем он достаточно толстый, я не знаю, миллиметров пять, наверное, точно. И здесь еще. И вот такие закругления. Все это вместе со столешницей, с кухней, с дверьми, мебель, все. Действительно, очень благородный получился дом такой с интерьером. И, кстати, смотри, снаружи он темный, достаточно темный, окна темные. Внутри он такой светлый, с какими-то темными элементами, но он абсолютно не как вот эти темные дома. Потому что, во-первых, на полу большая площадь, светлый потолок, очевидно, белый. Здесь именно сочетание светлого и темного – оно в абсолютной гармонии. Мне понравилось то, что он снаружи отражает от себя все, что находится вокруг него. А вокруг него находятся достаточно такие интересные строения, которые тоже очень нравится наблюдать. Да, то есть такое ощущение, что космический корабль или еще что-то такое. Не, ну вот здесь даже в столовой находишься, ну реально, как бы у тебя вокруг одни окна. Ну, я не знаю, я себя вполне комфортно ощущаю, потому что я даже не понимаю, откуда на меня могут там посмотреть. Да пусть смотрят, это их проблемы. В таком доме. Прикольный холл такой. Или что это? Это не холл, это гостиная. Причем это основная гостиная со вторым светом. Второй свет? Да. А зачем это? Там уже аллюзия, если на второй свет. Слушай, но солнце будет сильно светить, если раз, как бы закрыли все. А, тут солнечный свет. При этом смотри, отсюда ты небо видишь. Плюс, возможно, это тоже такой вариант дизайнерского решения. Но как думаешь, сколько здесь высота? Ну, я думаю, что 3,44 умножить на 2 будет 6,88. Не угадал. Не угадал? Не угадал, я думаю, больше. Я думаю, что больше. Ты про перекрытие еще забыл. Между этажами же есть еще перекрытие. 7,3. 7,35. 7 метров 35 сантиметров. Близко. Да, близко. Вот. Огромнейшие шторы. Про то, как стирать такие огромные шторы, я писал у себя, кстати, в телеграм-канале. Обязательно подключайтесь. Там еще проходит очень большое количество опросов. В том числе, например, мы спрашивали людей, насколько критично наличие вот такого решения, как второй свет в элитном доме. Представляете, 71% считают это обязательным атрибутом элитного дома. Тёма, ты бы сделал второй свет себе, если бы у тебя деньги были? Деньги будут. Хорошо, когда у тебя будут деньги, сделаешь себе второй свет? Когда у меня будут деньги, да, обязательно. Второй свет я сделаю. Отлично. Может быть, даже и третий. Не, у меня, например, для себя точно вижу обязательно высокие потолки, но я пока себе проектирую там одноэтажный дом, но тем не менее у меня 6,60. Как бы в максимальной точке остекления тоже есть. Слушай, ну второй свет, это же не обязательно, он должен быть вертикальный, правильно? Он же может быть и горизонтальный. Нет, это уже тогда… Это у тебя уже в рамках пространства определенного этажа. Второй свет – это объединение двух пространств за счет того, что у тебя… Двух этажей, да, за счет того, что у тебя нет перекрытий. Кстати, друзья, обращайте обязательно внимание на площадь дома и наличие или отсутствие второго света. Потому что в площади вот это вот все никак не считается. При этом представляете, сколько здесь как бы объем? Объем-то не уменьшился, то есть если просто взять вот это перекрытие, то у тебя еще там метров 80-70 как бы получится дополнительной площади. В БТИ это нигде не учитывается. То есть второй свет, он стоит примерно, наверное, столько же, сколько и просто как бы залить перекрытие, потому что ты ни на чем особо не экономишь, только на перекрытиях. У тебя весь объем – фундамент, крыша, там, фасад, да, у тебя все это в этом объеме обязательно как бы будет посчитано. Но я вот так вот думаю, что не всегда все надо переводить в квадрат три метра. Все-таки пространство, оно стоит того, чтобы у вас ставить пространство. Ты прав, абсолютно, но есть же люди, которые покупают себе, выбирают, они смотрят один дом 800 метров и другой 800 метров и начинают их сравнивать. Но в этом 800 метров есть еще второй свет. И что получается? Там еще метров 100, там 10% точно как бы прилипло, которые в этой площади не учтены. Поэтому эта характеристика очень важна. Так, ну что, у нас здесь вот такие диванчики, креслица. Ткань помнишь, как называется? Нет? Ну, она модная ткань. Да, модная, да. Букле называется. Букле, да. Вот, как барашек такой. Сейчас, кстати, действительно модное пошло практически во всех домах. Вот, классная, кстати, и очень практичная, потому что у тебя такая ребристая фактура, да, вот, и, ну, он не сильно маркий, несмотря на то, что светлый. Вот, и напротив у нас необычный камин. Тем, мы с тобой таких еще, по-моему, никогда не видели. Вертикальный камин. Дед Мороз точно не пролезет. Ну, во-первых, в камин лазит Санта Клаус, это вот этот вот, да, западный. Наш спокойно пройдет через дверь, и нашему Деду Морозу и не нужно это все. Ну, да, действительно, ощущение, как будто взяли камин, который лежит вот так вот, да, и перевернули. Ну, это специальная топка, очень здорово, например, сделать большое такое длинное поленье взять, вот, потому что обычно полежки делают как раз небольшие. Если камин горизонтальный, да, то тебе не надо высокое пламя, оно все будет в трубе, и ты его не увидишь. А вот здесь как раз тот момент, когда можно насладиться просто высоким пламенем. Вот, если тяга еще хорошая, то просто вот этот, представляете, столб, пламень. Ну, а если не хочешь заморачиваться, свечки наставил, там, спокойно зажег, и все. Класс. Джанго можно делать, знаешь, как играть. Да, да. Но вообще здесь должен, что быть, телевизор, да? Нет, здесь, видишь, выводов-то нет. Здесь вообще не предполагается телевизор. Это, кстати, очень правильно сделано, вот, потому что, собственно, второй свет – один из его недостатков. Это в том, что у тебя шум с первого этажа переходит, как бы, и слышно у тебя будет с второго этажа, из спальных зон. Например, здесь продолжается тусовка, а дети ушли уже спать, и они будут, как бы, слышать. Ну, вообще, как бы странно, чтобы здесь был телевизор какой-то над камином. Да, тем более таким высоким, вот. Для этого есть отдельное помещение. В смысле, там что? Да, вторая гостиная. А вторая гостиная? Да, гостиная номер раз, гостиная номер два. Она за отдельной дверью. Кстати, давай посмотрим, она просвечивается с таким зеркальным эффектом. Ты меня видишь? Я, кстати, тебя не вижу. Я вижу улицу, да. Тем, ты где? Я тут. А, вот она ты. Нет, прикольно то, что она отражает то, что находится вот напротив. Слушай, а мы просто здесь не весь свет включили. Давай посмотрим, да, как это выглядит с полным светом. Ну-ка, ты? Нет, нет. Нет, включилась вон там. Вообще, смотри-ка, теперь все как-то по-другому стало смотреться. А, ага. Вот выключи, вот видишь, что загорелась такая контентровая подсветка. А, да, кстати, а мы ее не включали. Все заиграло совсем по-другому. Красота вообще, да? То есть здесь сделали подсветочку вот здесь, и плюс еще светятся вот эти витрины. Не, ну я все-таки хочу попробовать вот это включить. Где он включается? Да, кстати, определенный балк. Нет, ты там что-то выключил. Нет, вот, все, включилась. Вот здесь такой тоже теплый свет, который конкретно на стол светит. Сейчас при дневном свете этого не видно. Так, пойдем все-таки сюда. А, так вот этот свет-то я не включил. Вот он здесь, наверное, включается. Так, нет, этот там. Тут картины подсвечены, так вот получилось. Да, да, картины подсвечены. Как менять лампочки, Леш? Что? Лампочки, как менять? А ты леса видел в гараже? Вот, собираешь здесь туру вот такую вот и полез, как бы все делаешь. Вообще сейчас вот эти светодиодные лампочки, они горят там годами и не перегорают. Ну, в целом, это как бы леса можно либо хранить свои, либо как бы приезжают специалисты и все привозят, все быстро тебе за 15 минут все сделают. Ну ладно, не за 15, наполняю. Так, ребята, это у нас как раз вторая гостиная, которая одновременно может являться еще и комнатой отдыха при спа. У нее есть вот такая еще вторая зона, но самое главное — это вот эта диванная зона, два кресла. И вот как раз место под размещение телевизора. Здесь можно повесить огромный телевизор, там, 100 дюймов. Вот, пожалуйста, и спокойно все смотреть. Вот, здесь, соответственно, все выводы есть. Вот, и тумба, два торшера по бокам и керамогранит на стенах с вот этой контровой подсветкой тоже. Такая классная стена, что даже телек не хочется сюда вешать. Ну, будешь смотреть на розетки тогда. Вообще телек в таких комнатах должны быть разговоры. Ну, хорошо, там поговорил, а здесь вот забурился и посмотрел телек. Ну, телек-то сейчас никто не смотрит, а YouTube обязательно надо посмотреть. Ну, у меня вот, например, уже 335 тысяч подписчиков. Вот мы набираем обороты, ребят, кстати. Подпишитесь обязательно на канал, очень много людей смотрят без подписки. Это нас с Артемом очень вообще злит. Не злит, просто было бы приятно, если подписчиков становился больше. Это однозначно, конечно. Это мотивирует, да. Мотивирует. Так, полочки. Вот, ну, здесь вот как раз можно выставить из разных стран что-нибудь такое привезенное. Сверху посмотрите, какая атмосферная люстра. Светит теплым таким светом, наверное, 2700, может быть, даже 2500 кельвинов. Называется ламповый. Ламповый свет, абсолютно точно, да. Вот, ну и вот такой диванчик. Ой, какой удобный. Тем, садись рядышком. Можно смотреть здесь и что-нибудь поставить. Вот, можно небольшую доску с шахматной поиграть. Вот здесь, о, вот такая вот какая-то полочка, походу она открывается. Точно. Смотри. Щеточка. Тем, как думаешь, для чего? Щеточка. Для чего? Да, ну, твою предположим. Ладно, я не буду тебя мучить. Зрители наверняка уже догадались. Это, чтобы провода пропустить. То есть ты отсюда что-нибудь там подключил. Вот там есть, например, сто процентов. Вот, видишь? Отверстие для того, чтобы розетку можно было устроить. Вот, и, соответственно, дальше ты сюда проводишь. И, например, там зарядку вывел, там, или еще что-то, какие-то приборы. Сейчас же все вот на электричестве, везде нужен ток. Слушай, да. И красиво, посмотри, вот она, видишь, эта щель не видно. Красота. Надо взять на заметку. Диван-миноти, кстати. Очень дорогой. Фиг достанешь сейчас. Слишком часто ты говоришь это слово «миноти». Ну, а что? Это одни из лидеров таких современных классных диванов. Очень качественных. Ну-ка, присядь на кресло. Тоже видишь такую... Похоже, знаешь, на бескаркасную мебель такую. Блин, вот кресло вообще еще даже удобнее. Не откажу себе удовольствие. Давай, 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 Тём. Нормально. Нашу новую. Там у нас в результате в чистоте получилось, что-то вероятно, там, 3,65-3,70. Блин, ну какой-то кайф. Это, знаешь, это высокие вот люстры, это вот ощущение пространства, это высокие окна, высокие двери. Совершенно по-другому воспринимается. Вообще просто кайф. А здесь еще больше. Так, все, двигаемся дальше. Собственно, вот эту часть этой комнаты можно использовать как раз как комнату отдыха при бассейне. Вот она здесь, прямо, считай, на участке. С собственным выходом, да, один из выходов на улицу. Вот, и с территории бассейна, да, она также вот так перекрывается сдвижной дверью. Легко? Легко открывать? Легко, да. Ездит вообще как по маслу. Вот, мизинчиком. Да, супер. Всем, наверное, будет удобно. Даже дети бы открыли. Дети легко вообще. Так, ну что, собственно, мы пришли в рай для детей. Да, это какая-то спа-зона с бассейном, который… Тим, ну, когда у тебя будут деньги, сделаешь себе бассейн? Ну, да. Я не буду ходить в спортзалы, да, а буду дома. Я вообще, кстати, плаваю почти каждый вечер. Вау, класс. А здесь смотри, можно еще поплавать с противотоком. Бассейн пока еще не залили. Хотя я считаю, что правильнее их заливать все равно. Вот, даже если дом, как бы, выставлен на продажу. Потому что такой бассейн заливать, не знаю, дня три, наверное. И, как бы, показать уже клиенту, чтобы он представил себя, вот, как он здесь ныряет. Посмотреть, как с гладью воды это все смотрится, да. Особенно еще вот здесь вот такие, вроде бы, пластиковые, но черные решетки. Нет, чугунные. Это еще пластик? Да, это пластик. Выглядит вообще здорово. Вот, сейчас стали делать вот такие черные решетки. Вот, и действительно очень достойно выглядят, при этом, ну, как бы, относительно недорогое решение. Ну, согласись, лучше, чем белое, правильно? Ну, в этом интерьере, да. Вот. Да, мне кажется, в любом интерьере. Так, значит… А подожди, сколько он тут длиной? Длиной? Ну, давай. И высотой? Давай. Толщиной, шириной? Я пошел мерить. А ты пока это калькулируй там. Слушай, я мерил 15 шагов. 15 шагов? Это сверху. Ну что, то есть 15 метров? Вниз я не слезал, ну… Плюс-минус. Значит, ты ставишь на 15 метров, да? Да. Давай, проверим. Так, не в том месте. О, так. 13,950. Короче, 14 метров, хотя бы на метр ошибся. Шаги у тебя короткие, что ли? Не могу понять сам. Ты сколько высотой? А высота? Вот ты сколько уже? Метр шестьдесят, наверное, да. Я метр восемьдесят. Метр шестьдесят – это вначале? Это вначале, да. Да, метр шестьдесят четыре даже. Да. А тут мы углубляемся, углубляемся. Слушай, реально, это один из самых больших бассейнов, наверное, который мы вообще снимали. 14 метров. И глубокий. Ты вообще пропал. Да, и вот здесь глубина метра два. Проверяем. Реально, 2,050. Вообще, то есть можно вышку здесь поставить. И в потолок, да? И прыгать, да. Ну ладно, с метра можно здесь попрыгать спокойно. Да, ты теряешься в этом бассейне, видишь? Да. Вот здесь, кстати, можно вполне поплавать. Даже вот как бы те, кто тренированный и много плавают, вполне можно сделать за пять грибков это все проплыть. Да, кстати, какой у тебя любимый вид плавания? Я кролем люблю. Классика, классика. Я за классику в этом плане. Так, давай, мы пропустили помещение замечательное. Прям давай пойдем по очереди. Так, душевая, пожалуйста. Теропический, посмотрим. Обычный. Вот за матовым стеклом. Так закрылся, и никто тебя не видит. Вот это все на резиночках, все прилипает, магнитики здесь. Слив сделан в райцентру. Дальше сауна с окном, со стеклом, которое, соответственно, у нас выходит на бассейн и на участок. Вот печка. Давай загляни сюда. Да, кстати, тут также прям, знаешь, отражается отсюда, то есть ящик. Ну, гламурно, да? Супер. А печка, смотри, спрятана в углу. Вот такой вот, такой закуток. То есть они, получается, в едином вот этом вот квадратике сделали душевую, да, и вот такую печку поставили. Ну, классика. Ну, как ты меня учил, здесь можно погреться, да, попариться здесь не получится. Так, а это, очевидно, хамам. Это хамам, да. Кстати, тебе больше что нравится? Влажный или сухой? Я люблю горячее и посуше, да. То есть хамам можно погреться, но мне недостаточно жарко здесь. Для меня сауна – это все-таки какой-то челлендж. Это надо потерпеть, пропотеть. В хамаме даже непонятно, кто это и пропотелся или просто на тебе влага конденсировалась. Здесь тоже, кстати, закуток. Видимо, там тоже еще одно помещение. Можно спрятаться. Просто все здесь. Надо куда-то было делать место, и они решили сделать. Кстати, этот дом отлично подойдет для формата прятки. Сейчас, кстати, очень популярный формат. Различные популярные блогеры устраивают прятки в таких больших домах. И мне, кстати, много запросов присылают. Типа, можете помочь организовать, чтобы мы сняли эти прятки. Но, ребят, к сожалению, нельзя. Нельзя. Дом продается, и тут баловаться не получится. Вот купите, и потом прячьтесь, сколько хотите. Еще одна душевая. Две душевые, то есть можем параллельно мыться. Типа, я понял, я нашел один очень большой косяк в этом доме. Просто громаднейший. Самый большой. Что это за недоработка такая? Это придется далеко бегать, чтобы контрастный душ делать. Из одного душа в другой. А можно сразу нырять в бассейн? О, кстати, все. То есть ты можешь разгорячиться и нырнуть в бассейн. Тоже вариант. Ладно, все, недостаток снимается. Такое ощущение, что здесь тоже что-то должно быть. – Барная стойка. – Ну, кстати, вообще легко. Легко. Вот. И ты… Кстати, уже эти бочки для бармена приготовили. Шанель номер пять. Интересно, сколько будет стоить такой баррель Шанеля? На окнах у нас рулонные такие шторы. К сожалению, я что-то не смог найти пульт. Никто не смог показать. Но мне нравится, что понравился этот участок, который рядом. Он просто не застроен или что? Или там все это так? Нет, во-первых, это дорога. Такая тупиковая, которая… Участок угловой. У нас с одной стороны дорога, да, и вот с другой. Вот это барбарис как раз. Вот он расцветет когда. Здесь будет сплошная зелень. А вот следующий участок, да, он пустой, но он достаточно далеко. Даже если дом поставят… Но мне нравится то, что здесь раз… Вот как раз сначала ты смотришь на генплан, когда выбираешь участок, думаешь угловой. У тебя там будет одна дорога, вторая дорога. А на самом деле потом люди прочухали и стали выбирать именно угловые участки, потому что они максимально далеко от соседей. Так. Ну не то, что далеко от соседей. Просто такое ощущение, что ты находишься где-то на берегу какого-нибудь Истринского водохранилища. Да, там речка течет. Там речка течет, да, и нет никого. Класс, супер, там солнышко должно быть. Это какая страна у нас? Западная? Хороший вопрос. Ты снимаешь на мой телефон, я не могу воспользоваться приложением и посмотреть по компасу, где мы находимся и как сориентироваться. В любом случае, либо закат, либо рассвет здесь будут крутыми. Кстати, хороший этот формат тем, что тебе не надо прятаться, да? Да. Участник обзора, теперь уже полноправный. Всем привет. Кстати, Тёма у нас хочет расширить свой круг профессиональной компетенции. Он, конечно, отличный оператор, всё супер снимает, теперь ещё соведущий. А ещё, в целом, метит в риелторы. Тёма, как тебя вообще эта история? Ну, мне нравится, нравится, я хочу, надо действовать просто. Да, хорошо. Много съёмок, много съёмок. Это хорошо тоже, конечно, что много съёмок, но когда-нибудь, когда-нибудь, когда я пойму, что да, я готов, я обязательно буду готов. Да-да, но у нас вот эта агентская работа, она очень тяжёлая. Во-первых, зарплаты нет, ты работаешь с людьми состоятельными, при этом ещё как бы нет каких-то гарантий того, что у тебя когда-то там пройдёт сделка. Ты не можешь это планировать, поэтому нужна определённая подушка безопасности. Ребят, давайте Тёме пожелаем удачи, потому что таких агентов ещё, знаете, днём с огнём поискать. Давай, Тём, мы тебя поддержим сейчас. Слушай, вот это очень приятно, и ты меня прям мотивируешь, не первый ты мне говоришь, что надо уже всё это делать. Конечно, если что, потом на поруки возьмём и будем. Так, а здесь, собственно, у нас помещение техническое, это парогенератор для хамама. Это всякая электрика. Большое зеркало, то есть это раздевалка за отдельной дверью, кстати, удобно. И здесь же ещё санузел. Видел когда-нибудь такой гигиенический душик? Мне кажется, просто его не было, и встали, что было. Ну, наверное, да. Наверное, да. По-любому где-то в другом месте, да. Точно, в какой-то из душевых наверняка уже это перепутали. Вот, но здесь всё достаточно стандартно. Вот, двигаемся дальше. Тебе надо воды попить, наверное, да? Не-не, нормально, нормально. Так, ребят, как вот это вот вам? Тема, твои предположения, что здесь лучше всего расположить? Ряд на пассейн. Тренажёрный зал. Совершенно верно. Со специальной дверью отдельно, с приходящим тренером. Тренер припарковался, зашёл, здесь тренировочку провёл, вот, и всё, спокойно вышел. Ты там душ принял, всё. Ну, блин, кайф же, да? Какое классное пространство. Но, с другой стороны, это в целом, если кто-то не хочет здесь сделать тренажерный зал, можно сделать хобби-комнату. Такую большую, светлую, классную. Таких хобби-комнат мы, кстати, тоже не видели ещё ни разу. Ну, что-то такое для каких-то активностей, в любом случае. Мне бы было приятно здесь сжать штангу, там делать какую-то кардио-тренировку на беговой дорожке, что-то ещё. Вообще кайф. Абсолютно. Заниматься с гантелей. Да, да. Супер. А потом, ну, собственно говоря, как я и делаю в фитнес-центре. А потом это в бассейн. Да. Так, поехали дальше. Ну, как вы уже поняли, там барбекю, который мы уже видели. Ну, смотри, как всё классно, да. Позанимался спортом. Да. Поплавал. Да. И пошёл поел. Да, кстати, свой выход есть тоже здесь. Вот прям. Раз. Ну, на улицу, кстати, на свой участок. Позагорать можно, поставил шезлонги, да, и лежишь загорать. Нравятся мне такие, знаешь, элементы подсветки. Вот просто, казалось бы, да, какая-то металлическая планка. Меч джедая. Да, и там подсветка. И посмотри, как состыковано с лэбокером гранита, да. Вот такая про вставочка, буквально там 2-3 миллиметра. Ну вот. И как бы очень-очень аккуратно и смотрится просто здорово. По-любому здесь в вечернее время совсем другое, возможно, будет ощущение. Оно будет ещё такое приглушённое и, ну, совсем по-другому здесь всё. Смотри, какие там светильнички, видишь, вот эти? А, да-да-да, класс. Они будут создавать ещё большую атмосферу. А представь закатное солнце. Да. Рассветное или закатное? Какое тебе больше нравится? Ну, мне кажется, закатное. Вот в бассейне нужно закатное солнце. Поэтому, если будете планировать свой дом, обращайте бассейн на западную сторону. Будем считать, что здесь так и сделано. И твой телефон больше не нужен для этого. Да. Так, мы, кстати, не обратили внимание на отделку вот этих вот кусков стены. Да, вот с этой стороны картина квадратная висит. Вот такая абстракция. Мы внимание, может быть, обратили, просто про это забыли сказать. Да, вот. С подсветкой, между прочим, да? Она светится. Вот, как будто, знаете, так левитирует на стене в подвешенном состоянии. Вроде бы ничего там особенного, да, не распознать, что там нарисовано. Но вот просто своим цветом она настроение определенно точно задает. А вот с этой стороны давай посмотрим. Вот, девять таких вот рисунков. На зебру похоже. Нет, на самом деле. Ты видишь силуэты женщины здесь? Или не сразу заметил? Нет, видно, что это, да, какие-то… Ну, это женские явно силуэты. Вот, что-то между Энди Уорхолом и покрасом лампасом. Вот, что-то среднее. Да, трудно здесь не согласиться. Так, у нас еще одно помещение на первом этаже. Кстати, вот, при входе на лестницу есть еще шкафчики разные. Полезно, кстати, вот можно библиотеку сделать. Книжки расставить. Что-то такое положить сюда в ящички. Класс. Так, здесь дверь. Давайте посмотрим. Вот так вот она, раз. Ну тут, смотри, дверь уже не до потолка идет, да? Не до потолка, да. Но здесь и правильно так сделано. Да, да. Во-первых, такая длинная совсем тоже не особо нужна. Чем длиннее, тем мощнее петли нужны. Тем тебе надо как-то решать вопрос со шпоном, с самим массивом МДФ или из чего она там делается. Вот, но за счет вот этого маленького шва и такой же отделки все это как бы гармонично смотрится. Получается, как будто бы дверь от пола до потолка. Еще, кстати, разные уровни потолков бывают. Ну вот здесь, здесь примерно один. Примерно, но тем не менее, может как-то все равно различаться. Так, тут я немножко не приготовил, ребят, подождите, давайте. Сейчас я вам покажу, как это все выглядит. А, я понял. Его надо просто кровать приподнять, наверное. Да, его еще под кровать просто не засунуть. Ну ладно. Ну, посмотрите, какой ковер сюда планируется. Все, пока вот так вот мы его и оставим. А ты считаешь, ковры, они обязательно таких вот? Ну, мне кажется, они как раз создают вот этот уют. Вообще, любой текстиль, ткани, да, вот ковры, они как раз вот задают уют в доме. Вот, шторы, да, это, мне кажется, обязательные атрибуты уютного семейного гнездышка. Вот, большая кровать, тот самый выход на свою небольшую патио. Шторы, которые не пропускают свет с блэкаутом. Вот, еще одна большая квадратная картина, уже зеленые. Здесь, кстати, смотри, какие-то проглядываются даже деревья. Пейзажи, да, и каждая полоска – это какой-то отдельный пейзаж. Да, очень приятная спинка такая. Ну, вообще, нягенькая, как лоропьян, такая вот ткань. Это может быть и есть. Может быть, кстати, почему бы и нет. Посмотри на эффект, я вообще замер. Посмотри, да, вау, класс. Казалось бы, просто взяли обычную хрустальную люстру, да, и надели на нее вот такой абажур, вот, который изнутри, переливаясь, создает просто такой бешеный эффект. Очень интересно. Здесь своей гардеробной нет, но есть большое количество шкафов. Все с подсветкой. И тоже высокие дверцы прямо до потолка. Разместить можно огромное количество одежды. В целом, если это гостевая комната, то особо как бы и не нужно. Но она может быть полноценной комнатой кого-то из членов семьи. На первом этаже это очень важно. Так, здесь большая душевая с отодвигающейся вот такой вот дверью. Ну, здесь прям совсем комфортно. Хоть и бордюрчик есть, но зато вообще ничего выливаться не будет. Вот так закрылся. Здесь ограничитель, четко раз, все закрылось. Колесики. Все примагнитилось и спокойно моешься. Вообще никакой плаустрофобии не чувствуется. Ну, ребята, понятно, что… Плавать можно, нет? Ну да. В такой глубине. Слушайте, вы, конечно, все время пишите тоже про, вот, например, там стеклянные вот эти перегородки, что там будут разводы, да. Вот, очевидно, конечно, за этим надо ухаживать. Вот, это все надо убирать, и оно будет в таком же первозданном виде. Средства все, которые все это убирают, есть абсолютно точно и вообще проблем не будет. Так, прежде чем мы на второй этаж двинем, да, посмотрим, что у нас здесь под лестницей. А здесь застройщик решил никакое помещение не выделять. Вот, просто вот открытое пространство. Ну, наверное, не имеет смысла здесь что-то хранить, но зато поставить, не знаю, там, какую-то детскую игровую зону, например, да, или какие-то зеленые растения там в катках, будет супер вообще. Да. Обычно здесь чемоданный комнат. Да. Классная парящая лестница получилась, да, за счет того, что огромное панорамное окно. Часть его верхняя, она выходит на улицу, а нижняя часть, она как бы выходит на бассейн. Дает эти вот, как это правильно, перила? Не перила, да, ограждение, да. Ограждение, ограждение лестницы. То есть она добавляет это легкости, потому что прозрачное. Да, прозрачное стекло, при этом вот в такой оправе металлическое, очень тоненькое, вот, и ляпаться ничего не будет, вот, и психологически как бы комфортнее держаться. А посмотри, как сделали еще вот этот эффект, как будто стекло промзает просто вот ступенью, да. Как будто разрезает, да. Да, на самом деле просто берут такие же брусочки, да, и приклеивают их вот сюда. Закрывается, во-первых, крепление самого стекла, вот. Ну и действительно кажется, что зеркало установлено прямо вот в эти ступени. Иллюзия. Да, ну и они такие консольные, явно есть тут металлическая опора, а дальше они просто вот в воздухе висят. Так, еще одна картина квадратная, и еще одна. Синяя, зеленая. Такое все в том, ультрамарин. Второй этаж. Отсюда давай сразу посмотрим вот эту галерею. И наш второй свет. Вот, то есть можно как раз… Да, ну что там, обед готов. Мам, как там дела? Ну вот, ну давай прям по порядку начнем, да? В какую комнату? Давай с этой. А вот здесь, посмотри, кстати, вот дверь со скрытой коробкой, когда у тебя и стены отделаны такими шпанированными панелями, да, вот, и сама дверь. Вообще практически ее не видно. Замаскированная. Да. И это не штукатуренная дверь под покраску, да, это именно шпанированная. То есть это очень такое долгосрочное решение, да, долговечное. Ну и долгосрочное. Порталы входные тоже. Ты запыхался, похоже, да? Немножко, да. Ну блин, дом-то большой. Да, здесь все такое большое, как в том мультике, да? Да-да-да. Маша и Медведь назывались. Так, как там включить эту люстру? Вот тут нет там умного дома, да? Нет, здесь все классическое электрико, вот, все, я включил. Так, это одна из комнат. У этой комнаты нет своей гардеробной, но опять же, посмотрите, какое количество здесь шкафов. Сейчас, кстати, модно стало делать вот такие вот скрытые ручки, вот, за счет просто профилирования, да, МДФ-а. Вот, вот, и планочка вот здесь вот такая вставлена. И это все очень здорово сочетается с вот этим, со шпоном, да, везде, который используется, вот, и очень-очень аккуратно смотрится. При этом все это сделано до потолка. Вообще, люстра как будто облака. Да, как будто глиняные какие-то такие перевернутые чаши. Нет, облака. Облака? Ну ладно, пусть будет облака. Тучи тогда серого цвета. Ну да. И лампочки. Смотрите, какое количество светодиодов в одной лампочке. А еще мне больше всего нравятся такие вот стены, знаешь, которые мягкие. Слушай, мне тоже нравится, на самом деле, может быть, это не очень практично. Да, потому что если вот, если у тебя вот эта спинка там заляпается, да. Смотри, видно, где трогали, да? Да. Давай пасхалочку оставим с нами, нашу любимую, да? Интересно, когда ее заметить? С буквой «Т» всегда проблема вот в этом случае. Все, шикарно. Подписывайтесь. Да, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, там, и дизлайки, кстати, тоже ставьте. Если вдруг вам формат не зашел, пишите об этом обязательно. Вот, будем что-то, будем корректировать, да? Так вот, я говорил о том, что это может быть не очень практичное решение, да? Потому что так или иначе все равно соприкосаешься, да, с этой стеной. И когда у тебя отдельно спинка, ну, ты ее как-то там взял, отхимчистил и все. Вот. А здесь прям целое-целое полотно. Ну, во-первых, сейчас химчистки такие достаточно есть, средства, которые все это тоже вычищают. Поэтому я в целом в этих проблем не вижу. Ну, в конце концов, через 10 лет, если как бы заменить просто ткань, тоже проблем с этим нет. Слушай, Леш, а вот тебе что-то смотри, вот лампочки с одной стороны, а с другой нету. Зачем? Ну, это предполагается, что спальня на одного человека, кто-то из детей там, да? Это не главная спальня, вот, при этом все равно хорошая большая кровать, вот. Ну, так дизайнер вот предусмотрел. И выключатели, вот, обратил внимание здесь, это тоже с одной стороны. Вот, это спальня, кстати, с огромным бонусом, потому что у нее есть выход на… Даже не балкон, балкон, понятно, вот он здесь. Целая терраса. Да, тут есть ограждение. А вот давай, ну давай, ты выгляни, чтобы мы не выходили, вот, и зрителям все покажешь. Нет, там все пусто, там не эксплуатируется, а вот направо, если повернуть… Во, видали, сколько там места? Там еще одна. И туда еще дальше это все заходит, там вот такая пергола, вот. И это своя собственная терраса при спальне, вот. Спокойно можно ее дальше продумать, как эксплуатировать. Сам дек такой можно сделать, вот. И, кстати, отсюда очень хорошо виден поселок. Хоть и в Миллениум парке строились много домов там по индивидуальным проектам, да, то есть он такой немножко с точки зрения архитектуры разношерстный, я это еще называю архитектурный зоопарк, кто-то у нас из заказчиков так выразился. Вот, ну действительно, здесь вот такой дом, здесь такое, здесь такое, здесь там более современный. Вот, но на самом деле это достаточно гармонично смотрится на больших участках, а здесь участки вот 20 соток, 30 соток, вот, то есть они не рядом друг с другом, плюс очень широкие бульвары, вот эта самая главная дорога, она вообще максимально широкая, по центру еще вот такие прекрасные, посмотрите, формированные деревья прямоугольной формы. А, вот как они выглядят, да? Да, да, да. Значит, их подстригают. Подстригают и вот такие, а летом просто вообще шикарно это смотрится. Вот, есть там еще дальше конусовидные, то есть это все как бы в рамках благоустройства поселка. Но самое главное это то, что вот именно сами дома друг от друга, они примерно одинакового объема, то есть нет вот как бы маленького домика 100 метров, да, а рядом там замок на 2000 метров. Вот, то есть они все примерно там одинаковые, там от 500 метров до 1500. Это, друзья, кстати, повод вспомнить о том, что есть замечательный сервис HomeHunter. Тем, ты пользуешься HomeHunter? HomeHunter, да, я осваиваю, кстати, вот, да, когда начал разбираться с недвижимостью. Это очень удобный сервис и фишка в том, что смотрел на других площадках, некоторые дома повторялись, а тут получается так, что эти дома, они как-то в штучном, да. Да, мы это называем кластеры. Действительно, у нас площадка, где одни и те же объявления по одним и тем же домам, они объединены в кластеры, показывается только одно, то, в котором максимально качественная информация представлена, с лучшими фотографиями, с описанием, с максимально заполненными характеристиками. Вот, поэтому вы видите легко представленность объектов. Вам не нужно смотреть 400 объявлений и смотреть, где из них дубли. Например, сейчас в Millennium Park продается на текущий момент 84 объекта. И это реально уже без дублей. Вы спокойно один за другим, все просмотрели, отсортировали вам как надо. Вот, и понимаете, что это вот вся максимально актуальная база на текущий момент. А еще, например, можно отфильтровать все дома в Millennium Park с бассейном. Таких сейчас в выборке 27 штук. Вот, соответственно, есть возможность фильтровать там и по другим параметрам. Все эти ссылки, о которых я говорю, в том числе и ссылка на этот дом, будут внизу в описании. Пользуйтесь, выбирайте свою элитную недвижимость. А мы с Артемом продолжаем. Леш, куда ты пошел? Подожди, вот видишь тут ручка. Значит, там дверь. Да, давай посмотрим. А это санузел. Это я тоже, кстати, раскатал, еще до конца не это. Так, здесь санузел при этой спальне. Таким же образом сформирована душевая. Сантехника Велерой-Бог. Здесь что-то испанское. Монте-Бьянко. Белая гора, по-моему, да? Не забудь, нам надо найти ответную часть, которая неправильно установлена. Да, да. Так, здесь вроде все правильно. Да, здесь все так, да? Вот она, вот такая должна быть. Где-то надо искать-то, короче. Здесь одна раковина, да? Но в целом можно, наверное, и вторую установить. Хотя нет, уже не установишь. Здесь встроенный в стену смеситель. Тут, как правило, знаешь, завалит какой-то косметик. Да, да. Вот это, кстати, рай для женщины. Можно все расставить, все баночки, скляночки там. И все еще вот сюда вот можно положить. Класс. Так, ну и дневной свет через окно. Закрытые жалюзи, вот, можно менять наклон. Слушай, я вот не очень хорошо относился к жалюзи, вот, но стали делать действительно очень прикольные. Посмотри, какие классные плашечки. Вот. Деревянные, да? Да, они деревянные, очень тоненькие, вот. При этом классная такая покрасочка, слегка металлическим эффектом. И фурнитуру, вот эти, смотри, вот лента такая вот идет. Давай вот так закроем. Так будет лучше видно. Угу. Только от ремней безопасности отрезаю. Смотрится шикарно. Так, здесь полотенцесушитель. И выходим в следующую комнату. А сколько здесь комнат на первом этаже вообще? Да. Угу. Угу. Эту площадь и не нужно делать прямо эксплуатируемой, да, по которой можно ходить, спокойно там тусоваться, вот, а выделить какой-то островок уже на выбор будущих собственников. Это над бассейном, да, получается? Ну, бассейн, да, вот здесь как раз под этой частью бассейн. Вот барбекю-зона. Ну, там еще и часть спортзала захватывается, да. Ну, смотри, здесь вот эта зона очень классная такая с выходом на собственный участок. Пока поставили небольшую софу. Ну, не с выходом, а с видом, да? Рабочее место здесь организовать. Подожди, ты сказал, с выходом на собственный участок. С выходом? Ну, да. Нет, выйти не получится с видом. Да, с видом, Тём, ты прав. Мне кажется, стоимость этому дому добавляет вид на этот дом. Тём понравился, да? Да. Нет, именно понравился. Я не знаю, как там внутри, но когда ты смотришь вот в эту сторону. Однозначно, да, я согласен. Это прям что-то необычное. Архитектура классная. И смотри, могли же как сделать, просто была бы сплошная какая-то стена, да. Вот, и посмотрел на эту стену. А тут, ну, реально просто образчик хорошего вкуса архитектора. Здесь внутрипольный конвектор, да, и еще два радиатора на стенах. Вот, поехали. Так удачно расположены, что даже их не видно. Ну, да, с кровати их вообще не видно, да. Отсюда, ну, как бы они вообще не бросаются в глаза. Вот, обожаю, на самом деле, вот такие вертикальные радиаторы. Они намного эффективнее, чем конвекторы, да. И для таких площадей, а здесь, кстати, опять же, высота потолков. Ну, давай на втором этаже тоже измерим. Ну, три с половиной метра. Ну, нет, наверное, здесь чуть поменьше. Три тридцать, да, три тридцать, три триста тридцать три. Во. И что нравится, то что вот это пространство, да, оно получается без всяких колонн там и так далее. Ну, колонна по углам, да. Оно по углам, ну, как бы ничего страшного, да. Да, они спрятаны. Они не просто, как бы, колонна, да, они элементы декора. Да, да, они красивые, классно сделанные, что на первом этаже, что на втором. Здесь тоже отделка песчаников этих колонн. Так, по-моему, мы зашли и не включили свет. Давай посмотрим, как это при свете выглядит. Раз, два, три. Все? Все, все горит. А, ну, кстати, вот пультик. Это я нашел. Так, ну-ка, пробуем. Батарейки сидят, наверное. Что-то я либо не то делаю. Так, ребят, фокус. Факир был пьян, фокус не удался. А, подожди. Это другой пультик, есть еще один. Вот для чего эти полочки, да, для пультиков? Нет. On, off, sleep, alarm. Луна. Слип – это что-то со светом, мне кажется. Нужно спать. Ну, что-то это другое. Нет. Так, ребят, нет, все-таки не получится. Ну, я вам уже много раз показывал шторы на электроприводах, поэтому ничего удивительного здесь нет. Так, давай посмотрим. Кровать такая же по формату, два метра. Вот. И изголовье уже немножко другой формы, но также прямо от матраса и до потолка. Мягкая. Да. Тем, ты заказывал два светильника? Да. Вот, выберешь себе эту комнату, пожалуйста. Вот, один светильник, второй светильник. Да, она мне подошла как раз с видом на этот дом. Да. Класс, ты уже определился, это хорошо. Так, еще одна ванная комната, соответственно, с душевой. Все по классике, пойдет. Все, дальше двигаемся, да. Не останавливаемся, это мы уже гиги. А, а вот здесь, кстати, смотри, панели такого ребристого формата, такие треугольнички. Я сразу даже не обратил внимания. Да не только ты не обратил, я тоже. И вот здесь тоже пошло. Кстати, вот тут лучше видно, чем, а тут вообще незаметно. Ну вот вечером, наверное, это будет как раз классно подсвечиваться. Да, и вот сейчас света слишком много, и это все сливается, как будто это сплошное полотно. Но все равно, посмотри, какой-то эффект вот такой. Вот издалека даже не видно, что оно это ребристое. Да. Прикольный, прикольный. А здесь какие-то обои типа под ткань. Тканевые, они так и называются. Ага. Прикольный тоже. Так, первая комната, вторая комната. Здесь вот такая вот отделка из панели. И смотрите, каждая панель еще имеет закругление такое. Вот хочется, знаешь, как будто шкаф-купе, так ее взять и поднять. Вообще хочется все потрогать, очень все тактильное такое вот, да. Я не знаю, вот мне прям понравится. Потрогать, да, это особые какие-то удовольствия. Так, это… Ну подожди, вот так-то вообще классно теперь все стало. А, вот там подсветка, да. Вот. Все, красота. Тут разгорелось, тут зажглось. Волшебно же. Так, еще одна спальня. Ну, вы поняли, да, что в целом формат одинаковый. Где-то просто меняется форма вот этой задней стенки мягкой. Между прочим, это очень удобное решение, да. Тебе не надо думать о кровати, да. Тебе надо только вывести под правильный размер матраса эти выводы, там, розеток, выключателей. Ну вот, а дальше просто вот сама кровать очень простенькая, но при этом из такой же ткани сделанная. Класс, мне кажется, очень функционально, красиво, да, и я уверен, что не очень дорого. Тут тоже свой выход какой-то, да? Так вот, да, еще один выход, и он, ну, он здесь вот заканчивается, здесь вот чисто, чисто небольшой свой балкончик. Вот, здесь смотри, вот открыта калиточка, вот, но та часть уже неэксплуатируема. То есть она техническая, чтобы что-то там, какое-то обслуживание произвести. Вот, но опять же, со своим колоритом, цвет Тиффани, тут такой перракотовый, классное сочетание, да, нравится тебе? Да, но это больше такой, знаешь, под детскую комнату. Да, но это уже больше по детскую, подростковую, да, все верно. Так, подростковая, не подростковая, а у нее своя гардеробная есть, помимо еще шкафов. Смотри, небольшая, вот такой вот скобочкой идет, вот, но даже вот сюда вот какие-то ненужные вещи там повесил. Сезонные. Сезонные, да. И вот здесь тоже, ну, явно детская, да? Ребенок достанет, интересно? Ну, стульчик, лесенку такую стремяночку поставить. Ну да, или что ему, вот здесь вот будут плечики и раз, их как бы вытащил. Нормально. Ванна. Необычная, да, для детской комнаты? Это точно девочкина комната, потому что и гардероб, и ванна, это все атрибуты женского счастья. Все, мы решили. Кто покупает, сюда свою дочку может поселить. Вот. Ну и одна раковина, понятно, что на одного человека. Ну вот здесь есть, получается, и душевая. Здесь уже открывающаяся, распашная дверь. Очень просторная и светлая за счет того, что есть окно. У тебя звук как из аквариума, а? Звук как из аквариума. Тема, ты меня слышишь? Да, да. А, ты в наушниках, ты все и так слышишь. Ну и, собственно, при помощи жалюзи мы настраиваем, как бы, возможность проникновения сюда света. Так, это у нас поднимает это все, а вот это поворачивает. То есть можно как настроить? Вот так можно настроить. Все, нас не видно снизу, да? А мы чуть-чуть, вот как бы, небо видно. Да, надо просто лечь вот так вот, посмотреть, да? Можно даже вот так сделать. Вот мы достаточно прикрыли, чтобы с дороги не было видно. Вот и все, а дальше у нас уже все просматривается. Ну что, последнее? На закусочку. На закусочку. В отдельном крыле, своя дверь с подсветочкой, вход в портал. Оп, так, заходим. Все включили. Должно быть какой-то мастер-блок. Да. Тем, вот здесь вот как Маша и Медведь уже, однозначно. Мне кажется, я таких больших спален-то не встречал. А это разве спален? Это спальня. Хозяйская спальня. Потерялась. Огромная кровать двухметровая, она потерялась, да, действительно, в этом пространстве. Опять же, это как раз у нас правый блок, да, это где у нас кухня со столовой. И получается вот эта часть, которая у нас за стеклом, с двумя колоннами с этой стороны и с двумя с этой стороны. Со всех сторон окна. Все это так же. О, кстати, может здесь работает? Воу, ребят, все работает, я вас не обманул. Знаешь, там, кстати, может батареек просто не было? В шторах, да, батареек? Да. В шторах батареек. Пульт-то работал. Все превращается в сонное царство, да? Да. Все, полный интим. Пожалуйста, никакие соседи вас не побеспокоят. Мне так даже больше нравится. Все, ты мне открывал, да? Не, ну посмотри, как классно. Я-то вижу, как классно. Ребят, вы видите, что классно, да? И так тоже классно. Так вот, собственно, если не требуется встречать каких-то там гостей, и работать с внешней аудиторией, вот место под кабинет. Если спальню внизу не задействовать под эти цели, представляете, какую, может даже на две части разбить. Часть жены и часть мужа. Ну вот, а здесь делать тоже какую-нибудь прозрачную перегородку стеклянную, ну вот, которая, опять же, стекло с изменяемой прозрачностью, вот, раз, закрылся и спокойно сидишь, работаешь. Супруг или супруга спят. Слушай, ну это просто, я не знаю, сколько ты говоришь, 2 метра там кровать? Да. Ну, кстати, может она… Может она кажется… Не, 2 метра, да, 2 на 2. Она прям вообще потерялась. Давай по диагонали проверим, сколько… О, 11 метров, 10 980. Пенальти. Да. А, кстати, я еще не в ту стрелял. Реально, 11,5 метров. Такое ощущение, что здесь это крыло и то крыло, они одинаковые. Ну, это немножко, мне кажется, выходит. Вот, смотри, то крыло заканчивается, а здесь еще полтора метра, да. Поэтому здесь именно… Поэтому именно это крыло и отдано под хозяйскую спальню. Ну, смотри, вот с этой стороны у нас дом, он как бы в стороне, да, тут просто участок соседний. Эта часть закрыта колоннами и приехавшими сюда шторами, там дом не видно. Этот дом нам нравится. Вот, и опять же, у нас вид на его участок. Для мастер-спальни вот самое лучшее расположение вообще. Согласен. Так, ну, смотри, если у нас любители телевизоров, то, пожалуйста, сюда вешается огромная панель. Единственное, я не очень понимаю, как ее вешать. Сюда нужно просто огромную панель, потому что смотреть ее с кровати… Ну, как-то… Ну, 100 дюймов минимум, давай, мы так решили. Да, ну, либо проектор. Ну, конечно, это еще челлендж будет повесить, потому что, посмотрите, здесь вот эти шпанированные панели, они под разным углом идут. Это, конечно, задает определенную там ритмику и игру, да, этой стены еще с подсветкой. Фантастически выглядит, но челлендж для того, чтобы повесить телевизор, потому что надо его как-то так сделать, чтобы он и висел, и кронштейн ровно был, и зазора большого не было. А я знаю, как надо. Ну? Есть такие специальные подкатные механизмы, куда вешается телевизор, и телевизор можно катать ближе, дальше, влево, вправо. Да, можно, но на 100 дюймов, представишь, какой он мощный должен быть. Ну… Ну, и при этом он должен быть достаточно близко к стене, потому что с этой стороны, вот, и, ну, как бы, не должен видеть большого зазора. Да. Ну, ты вот отсюда входишь, и, как бы, если он будет далеко от стены, он будет бросаться в глаза. А, ну да. Согласен? В этом челлендж, я и говорю. Так, смотри. Вот здесь шкафы идут. Раз, два, три, четыре. Да? Все с подсветочкой. Вот здесь шкафы еще идут. Пять-шесть. А вот здесь вот еще отдельная гардеробная комната. Как тебе, Тём? Все поместится? Да, слона здесь тоже можно убрать. Что? Слона тоже можно убрать. Да. Большое зеркало, вот, прям, от пола до потолка. Да, супер. С подсветочкой. С дневным светом с этой стороны. Вот. Кстати, вот эта штука, форточка на электроприводе. То есть можно ее включать, выключать. Вот эта тут электропроволока. Электропроволока, да. И здесь уже все это за стеклянными фасадами. Всякие ящички для аксессуаров. Кстати, смотри-ка, придумано, да, здесь стекло. Вот, и что-то, что тебе нужно посмотреть, типа выбрать, да, ты выбрал, спокойно выдвинул, при этом это не так сильно пылиться. Да, но это касается только верхней полочки. Да, это только верхней полочки. Так, подожди, а куда-то можно пойти еще сюда? Да, сюда обязательно мы пойдем. Так, ну на шкафы продолжаются еще, ребята. Ну их очень много, да. Их очень много здесь, здесь вот, с этой стороны. Ну и здесь уже поудобнее, да, ты сразу видишь всю экспозицию своей одежды. Так. Вот это опасный, это опасный момент, это кто-то может разбить. Это мы застройщику скажем, надо вставить этот внутрь, хотя бы магнитный держатель. Аккуратненько так сделаем. Ну и хозяйская ванная комната. Так, у нас есть две раковины, также встроенные в стену смесителя. Здесь уже черный, такой черно-белый керамогранит. Классный прям, он мне нравится. Да, ну вот, что-то а-ля под натуральный камень. Вот. Ванна. Кстати, посмотри, здесь специально для удобства сделан такой вот, посмотри, какая она толстая вот здесь, да? Это специально для того, чтобы было удобно лежать. Специально правильный наклон. Так, здесь встроенный в пол смеситель с душем. Ну вот, это может поменять. Кстати, мы ее нашли. Ну нет, это все-таки обычный душ. Ну ладно, будем искать, будем искать. Тоже большое окно с жалюзи, принцип такой же. Здесь уже есть биде, унитаз и отдельно еще своя душевая. Просторная, квадратной формы. Тут абсолютно. А вот тут вот кто-то из наших коллег сказал, что можно установить специальный холодильник для косметики. Ну вот. Я думал, для чего такая полочка нужна? Но я вот искал-искал, не нашел, к сожалению, нет. К сожалению, нет розетки на батарейках. Но в целом ее можно как-то протянуть. И если у кого-то будет желание, вот сюда же она идет из стены, найти провод, вытянуть, подключить. И вот у тебя будет для косметики холодильник. Потому что на самом деле очень какие-то дорогие крема всякие, масочки, их нужно хранить в холодильнике. Ты же не будешь на кухне это хранить, правильно, Тёма? Ну, нет, не в этом случае. А здесь вот, пожалуйста, все прямо в доступе. Холодненькую масочку перед сном сделал и пошел общаться с Морфеем. Так, а по-моему, все у нас. Мы все посмотрели. Точно все? Можно еще про пол рассказать, про широкие плашки. И переходит керамогранит в такое деревянное напольное покрытие. Друзья, давайте будем финалить. Вот, у меня основной вопрос к вам. Как вы считаете, стоит ли продолжать подобный формат? Он нам дается, конечно, гораздо проще. Мы не готовим сценарий. Мы спокойно приезжаем без большого оборудования, с одним оператором и все вот так вот снимаем. Стараемся все равно показать вам максимальное количество деталей. Может быть, где-то мы слишком далеко заходим с юмором. Может быть, кому-то такой формат не понравится. Об этом тоже, пожалуйста, напишите в комментариях. Если не понравится, с легкостью можете поставить и дизлайк в том числе. Нам любые реакции важны и нужны. Мы по этим реакциям будем понимать, куда двигаться дальше. Потому что хотим разбавить наши стандартные обзоры, которые мы всегда делали, и продолжим их делать. Примерно раз в месяц они у нас будут выходить. Еще и вот таким более легким, живым форматом. Так, друзья, традиционно этот дом продается. Я с удовольствием вам его продам. Если он вас заинтересовал, напишите мне на алекс-собака-веско.ру или на WhatsApp. Вышлю презентацию, организую просмотр. Ну и небольшой дисклеймер. Теме обязательно с продажи пролетит копеечка. Поддержим его в его начинании стать брокером. Это был канал недвижимости и строительства ВДТ. Я Алексей Аверенов, за камерой Артем Лыков. Владите, двигайтесь, творите. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова